Добрый день. Общий проект Укрлайф ТВ, издательство Дух и Литера. Я Константин Сегов, наш гост сегодня Борис Херсонский. Добрый день. Добрый день. Вы ректор психологического важного, важной школы в Киеве. Давно преподаете в Одессе, в Киеве, в других городах мира. Вы писатель и поэт. Дух и Литера имела честь издать уже 4 книги ваших, открытый дневник, стихи о Рождестве, Пасха и Лоскутное одеяло. Лоскутное одеяло. У нас даже есть здесь с собой, в студии. И сейчас новинка, о которой мы будем говорить сегодня, это ваш перевод Андрея Критского. Я напомню нашим телезрителям, что Андрей Критский родился в Дамаске в 7 веке. До 7 лет был немым. Потом причастился и заговорил. После Таинства он обрел дар речи. И всему миру он известен как один из выдающихся поэтов, гимнограф. И не рядовое значение, а ключевое, можно сказать, имеет канон святителя Андрея Критского, который читают в первые 4 дня Великого Поста перед каждой Пасхой. Вы сделали новый перевод этого канона. Расскажите, пожалуйста, о мотивах ваших, о вашем восприятии этой поэзии. Я начну с того, что это не перевод, а поэтическое переложение. То есть, так сказать, вообще-то текст канона – это ритмизованная проза, это, по сути дела, византийская риторика. Это очень архаичный по своей структуре текст. И, наверное, церковно-славянский перевод, он как раз наиболее адекватен. Он передает вот эту древнюю атмосферу и вообще атмосфера первых 4 дней поста, темный храм, горящие свечи, хор, который повторяет «Помилуй меня Боже, помилуй меня» – это производит огромное впечатление. С текстом, который обычно читают священники или священник, есть некоторая проблема – псалмодирование, плюс достаточно высокая скорость, плюс все-таки язык, который далеко не всем понятен. То есть, когда мы слушаем обычно канон Андрея Критского, мы находимся во власти настроения, покаянного настроения, но какие-то слова буквально выныривают из потока зачитываемого текста. И, конечно, это великие слова, но смысл, как я всегда говорю, имеет не меньшее значение, чем настроение. Кроме того, это поэтическое произведение, а то, как воспринимали поэзию в 7 веке нашей эры и как ее воспринимают сейчас, все-таки это разные вещи. Я довольно долго шел к этой работе. Я не знаю, сколько раз в моей жизни слушал Великий Покаянный Канон. Я помню какие-то строки церковно-славянского текста. Откою начну плакать, Господи, окаянного моего жития, деяний, кое или начало положу в Христе нынешнему рыданию, но якоб благоутробен, дару ими при грешении оставления. Но вот у меня были стихи, где какие-то строки канона были, где были какие-то, может быть, фрагменты или эхо, я бы сказал, аллюзии эхо. И вдруг почему-то у меня возникло иррациональное совершенно желание переложить этот канон регулярным, более или менее регулярным русским стихом. А можно я сначала задам еще вопрос в предисловии к вашей книге Ольга Мейерсон, а мы знаем, что она из Нью-Йорка внимательно следит за оригинальными вашими стихами, за вашими переводами. Она вспоминает слова, которые Шмемон сказал о центральном значении этого канона и удивление, почему то, что происходило с Адамом, с Евой, с другими ключевыми библейскими персонажами, может иметь какое-то отношение к нашим современникам в Одессе или в Киеве или в других точках планеты. То есть каким образом совершается вообще эта непостижимая связь лирического я автора иного времени и меня ныне здесь произносящего, читающего? Как это может быть связано с вашей внутренней жизнью или с внутренней жизнью вашего читателя? Я думаю, что это зависит от того, какое значение библейский текст имеет в нашей внутренней жизни. Я понимаю, что если человек не знает Ветхого Завета, Нового Завета, если библейские имена ему мало о чем говорят, то тем более слова Великого Покаянного Канона застанут врасплох. И более того, ведь какие-то имена и для нас являются неходовыми. Разумеется. Да, так сказать. И иногда приходится... Есть даже такая статья. Кто есть кто в каноне Андрея Хрискова? Да, Хуисху. Да, значит, но дело же в том, что на самом деле Андрей Критский ведет нас по Библии. Да. То есть через Новый Завет, через Ветхий Завет приводит нас, так сказать, в ощущение покаяния. То есть мы ничем не лучше грешников Библии, да, но мы можем быть и ничем не хуже праведников Библии. И для того, чтобы сделать этот шаг, мы должны осознать свое ничтожество, свою мимолетность, да. И не случайно полностью канон читается на Мариином стоянии. То есть... Когда в один день прочитывается все четыре части. Конечно, да, Мария Египетская, которая как раз и сделала этот шаг из самых глубинных грехопадений к небу. Не было, да. И, по-моему, позднее, но в текст канона были добавлены фрагменты в честь Марии Египетской. Ну и, разумеется, последний тропарь канона, славящий Андрея Критского, преподобный отче Андрея, моли Бога за нас, преподобный Андрея, пастырю Критский, да. Ну, на этом пути, по которому нас ведет удивительный совершенно, вожатый, можно сказать, через всю Библию, есть рискованные встречи. Мы помним и льва рыкающего, и другие моменты. Какие этапы, если можно сказать, этого маршрута, вам кажется, стоит выделить и каким привлечь внимание неискушенного читателя? Ну, я думаю, что легче всего привлечь внимание к тем библейским эпизодам, которые читателю хорошо известны. То есть, это грехопадение Адама и Евы, это убийство Авеля, да. Там еще и другой убийца поминается, Ламех, да, или Ламех, да, который говорит, убил я мужа в рану мне и юношу, в язву мне, да, за Каина отомстится в 7 раз, а за меня в 70 раз, 7 раз, да. То есть, что он делает? Он жалуется или он хвастается? Между прочим, есть разные комментарии, некоторые считают, что это хвастливая песня, некоторые считают, что это он кается в своих убийствах. Это опять-таки непонятно, убил ли он одного человека или двух, потому что убил я мужа в рану мне и убил я юношу в язву мне. Это может быть обычный библейский параллелизм, повтор с небольшой модификацией, есть такой поэтический прием в древнем тексте. В общем, загадок в тексте Андрея Критского много. Кстати, есть один, и он не всегда понимает, по-видимому, по крайней мере, один раз неправильно связывает текст с библейским эпизодом, когда он вспоминает тех акушерок, которые должны были убивать еврейских мальчиков. То есть, он говорит об этом так, как будто бы акушерки действительно бабки их убивали, но они-то как раз этого не делали, потому что боялись Бога. Так говорит Библия. Это все, кто пишут об Андрее Критском, обычно на этом эпизоде останавливаются. Поймать великого автора на единственной неточности – это наслаждение, которым никто не может себе отказать. Быть может, я попросил бы вас прочитать какой-то отрывок, первые, быть может быть, стихи этого великого произведения. И перед тем, как вы начнете читать, я хотел также сказать, что Ольга Мейерсон подчеркивает, что в переложении Бориса Херсонского появляется установка на то, что церковнославянский текст потерял по сравнению с греческим, а именно установка на метрику, ритм и ритмы, которые включены и могут особым образом затрагивать современного слушателя. То есть именно это помогает отклику сердца и слуха при непосредственном восприятии переложения канона у Херсонского. Я хочу сказать, что Ольга Мейерсон, мы далеко не все знают это имя, она известна литературой, я большой знаток Платонова, Андрея Платонова, и кроме того, она регент церковного хора, многолетний. И, конечно, знает в Вашингтоне. В Вашингтоне, да. То есть она служит в Вашингтоне, а ее муж, Михаил Мейерсон, он служит как раз в Нью-Йорке. Мы издавали тоже его. И понятно, что она очень хорошо знает эти тексты. Иногда она спрашивала, она мне рассказывала, даже священника, вот как они думают, что означает этот текст. И люди были в некоторой растерянности, которые читали этот текст много раз. Но вот я рискну не согласиться с Ольгой в том смысле, что церковно-славянский перевод ущербен ритмически. Я как раз считаю, что он гораздо поэтичнее, чем прозаические русские переводы. И этот ритм очень хорошо чувствуется. Откуда начну плакать и окаянного моего жития, деяний? Коли ли начало, положу Христе нынешнему рыданию. То есть вообще славянские тексты, они очень хорошо ритмизуются. И, может быть, многовековая практика чтения церковного, она еще улучшила, усилила этот эффект. Но что поделать? С пониманием этого текста, конечно, огромные проблемы. Огромные. Я помню, что целый семинар этому канону посвящала Ольга Седокова, демонстрируя огромные росы паронимов, то есть текстов, которые нам кажется, что мы понимаем, а на самом деле значения не имеют иное. И, конечно, у нее же есть четвертомный словарь паронимов церковных. И также книга к поэтике литургических песнопений, которые имеют непосредственное отношение к нашему разговору. Будем рады услышать в вашем чтении ваше переложение. Откуда начну оплакивать окаянную жизнь свою? С какой слезы горестный плач начну? Какую песню я милость твою воспою? Какими словами искуплю я свою вину? Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Гряди, душа окаянная, вместе с плотью своей Перед создателем мира слезы скорби и злей. Перечисли грехи человечества от изначальных дней. О каждом шаге своем пожалей, но себя не жалей. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ибо я с Адамом соревновался в грехах и древнюю Еву в соблазнах решил превзойти. Но сладость горечью стала в моих устах, и страсть помышлений мне слала Евою воплоти. Вместо Евы чувственная плотская мебысть, Ева, да? Да, да, да. Поразительно то, что само привычное уже нам слово канон здесь обретает совершенно новое измерение. То есть это песня, это песнопение. Да, конечно. Мы привыкли ассоциировать, сейчас даже фильм появился, каноничный, да? Что такое канон, что такое каноничность. И вдруг мы слышим, что в этом есть поэзия. Как вы поясните вот связь, ну, по-гречески, как известно, это слово означает правило, норма. И даже палка. И даже палка. Жезл. Да. И здесь вдруг это поэзия париксеналс. Ну, это один из древних жанров литургической поэзии, да. Который, между прочим, начался далеко не с Андрея Критского. И задача чтения канона – это перебросить мостик между Ветхим и Новым Заветом. И каждый праздник, да, ему сочинялся особый канон, он все-таки каноничен. В том смысле, что там есть строгие правила композиции. То есть каждой песни канона, их всего девять в полном каноне, хотя есть каноны, состоящие, например, из трех песней. Три песницы, например, на Страстную Пятницу поется именно такой канон. Но каждому канону предшествует образец, ирмос каждой песни, в котором есть конкретный адрес Ветхозаветных текстов. Ну, например, первая песня – это победная песня Моисея после перехода Черного моря. А вот вторая песня, которая обычно не поется, а вот в этом каноне поется – это гневная песня, это восклицание Моисея, который увидел, сходя с горы, что его племя поклоняется Золотому Тельцу, когда он разрушил скрижали в гневе. Поэтому гневную песнь на празднике обычно не поют. Но как раз канон Андрея Критского – это не совсем праздничный канон, или вовсе не праздничный. Ну и так далее. Шестая песня канона – это отроки, которые были спасены из горящей пищи. А вот последняя, девятая, всегда адресуется к Богородице, к песне Богородице из Евангелия от Луки «Величит душа моя Господа и возрадуется дух мой о Боге спаси моим». Я знаю также, что вы переводили песни Соломона, то есть этот перевод имеет контекст, то есть вы давно переводите библейскую поэзию. Да. Что отличает именно поэзию Андрея Критского по сравнению с, собственно, библейской поэзией? Ну, я начну с того, что псалмы и оды Соломона – это не библейские, а парабиблейские тексты, апокрифические. И если псалмы Соломона, их можно найти, по-моему, в Синайском кодексе, да, в древних кодексах Святого Писания, то оды Соломона, они всегда считались апокрифичными. Канон отличается тем, что это все-таки совершенно другое время. Это другая поэтика. И, главное, другая цель. Вот, пожалуй, действительно, вы сказали о человеке, который проводит нас по Библии, и, конечно, мы вспоминаем Вергилия, который ведет Данте по кругам ада. Но точно так же ведут нас и по кругам ада, но и по райским областям, показывая нам, как из глубины прийти к высотам. Да, конечно, это пышная риторика. Византийская поэтика была именно такова. Но все-таки, мне кажется, что именно в каноне Андрея Критского вот эта пышность как-то уходит на второй план. Мы помним, об этом упоминал Элиот, что вся европейская поэзия, начиная с провансальской поэзии, вышла из псалмов. И чем лучше и глубже современный поэт знает эти источники, тем больше шансов у него прикоснуться, собственно, к источникам. К корням, конечно. Да. Вместе с тем, я веренцев это подчеркал и другие знатоки византийского плетения словес в самом красивом и лучшем, собственно, аутентичном, подлинном смысле этого слова, как сплетает из лавра венок, да, речь шла о чем-то изысканном и красивом, вот сквозь, ну, собственно говоря, даже сам перевод, это немножко снятие золотого оклада и внимание к смыслам, да, к пониманию, да, не просто любованию и не скольжению по поверхности, что, к сожалению, случается, когда это читают на почти незнакомом или полузнакомом языке, да, полузнакомом языке, вот, вот это прикосновение к смыслам. При, допустим, каких-то других утратах или жертвах, да, как, что добавляет, что возвращает, вот, в чем сила этой актуализации, которую мы испытываем? Я думаю, вот, есть интересная мысль такая, которую когда-то мне сказал мой друг, что мы должны смотреть, а на каком языке было написано произведение. Если для того времени это была архаика, когда это писалось, то и переводить нужно архаично, но если для того времени это был естественный язык, то и перелагать нужно естественным языком, потому что иначе мы привнесем архаику, которой не было, ту интонацию, которой не было в оригинальном тексте. К примеру, псалмы Давида можно переводить языком более или менее современным, потому что они написаны современным языком. А вот те же оды Соломона, которые были написаны с архаическими особенностями, с совершенно осознанными, да, вот здесь нужна архаика. И тогда мы понимаем поэтику этих текстов. А в случае Андрея, который писал на Крите, и, соответственно, оригинал греческий, речь идет о языке, который был... Конечно, который был, да, больше тысячи лет назад, почти полторы тысячи лет назад, на котором говорили греки. И этот язык, то есть, если у нас есть церковно-славянский и русский, то барьера между литургическим языком и повседневным языком такого жесткого, как сегодня, не было. Интересно, вот лично для вас, есть какие-то важные, любимые строки или образы? Потому что образы у него очень смелые, очень неожиданно он изображает те различные препятствия или уловки, или капканы на пути человека к спасению. Знаете, тут разные вещи. Есть интеллектуальная какая-то заинтересованность. Ну, например, мне очень нравится вот это византийское стремление к тому, чтобы найти в ветхозаветной истории прообраз и понимать метафорически библейских героев. Ну, к примеру, вот получает Иаков жены Рахиль и Лии. Значит, нужно сказать, что это не жены на самом деле, потому что Лия, как многочадная, она должна символизировать действие, деяние, а Рахиль, поскольку она требовала трудов, да, так сказать, ну, за нее Иаков, это было 7 лет, как мы знаем, она знаменует собою чистоту помыслов. И таким образом эти две жены символизируют единение дел и помыслов, без труда невозможно достигнуть ни того, ни другого. Или возьмем того же Иакова. Мы знаем, есть библейская притча о лестнице Иакова, да, по которой и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней, да, и оказывается 12 детей Иакова, это 12 ступеней этой лестницы, да. Вот эти вот, так сказать, да, метафоры, которые практически, я понимаю, почти никому не будут понятны, да, и ясны, они меня привлекают интеллектуально. А вот эмоционально, конечно, это повторение, призови меня к покаянию силой своей любви, спаси меня, да, так сказать, это в основном обращение к Богу, да, то есть, собственно, не повествование, а молитва. Ну что же, пожелаем, чтобы эти 12 ступеней, среди которых есть Иосиф, есть великие имена, и если кто-то слышал про Иосифа и его братьев, то он понимает, что 11 ступеней с 12-ю обошлись очень плохо в своем время. Вот, и Томас Манн, и вся литература 20-го и 21-го века продолжает черпать. Из этой сокровищницы образов, и очень хорошо, что наши читатели смогут быть причастны к этой поэзии. Я знаю в завершении, что вы также делаете перевод на украинский канон Андрея Критского, и просто хочется вам пожелать его успешно завершить. Вы знаете, я переходил на украинскую мову сейчас, что я пытался перекласти канон украинской мовы 1,5 года назад, и поэтому я не смогу это сделать и выяснил, что я этого делать не буду. Но я читал вирши украинских поэтов 17-го века, Яворского, например, и после того, как их прочитал, а Дим Виш навык вивчив миры лукавы, в меня это пошло. Я почувствовал новый импульс, и мне кажется, что украинский переклад, он не такой, как российский. Он имеет другие эстетические основы. Дуже цикаво. Наступного раза поговорим про этот переклад. Дякую за встречу, благодарю за эту беседу. Спасибо. Спасибо вам, Борис. Спасибо.